Девушки отдыхают Я буду разбираться в освещении Одном из важнейших факторов В жизни растений Все мы еще со школы знаем Что свет очень важен для растений Без него невозможен фотосинтез Поглощение углекислого газа И выделение кислорода А еще с помощью света растения Получают информацию об окружающем мире Но иногда свет Может быть смертельно опасен Вот этому фикусу точно не позавидуешь Многие думают Ну фотосинтез такая хорошая функция Давайте мы включим на всю ночь Лампочки И пусть оно фотосинтезирует Круглые сутки А гадится растению как и человеку важно поспать Вообще о том, что растения могут выделять кислород Одним из первых догадался Джозеф Пристли Британский естествоиспытатель Химик И священник Несмотря на духовный сан Он проводил довольно жестокие опыты над мышами Оставлял грызуна внутри стеклянной банки И наблюдал, как животное погибало от удушья Однажды Пристли поместил в банку с мышью Веточку мяты И все закончилось благополучно Для конца 18 века это было крупное открытие Опыт британца многие пытались повторить К примеру, шведский химик Карл Шейли Он безрезультатно погубил несколько десятков грызунов И в итоге обвинил Пристли в научном обмане Но оказалось, что священник Пристли проводил свои опыты днем Между утренней и вечерней службой А аптеку Рюшейли приходилось экспериментировать по ночам В свободное от работы время Так стало понятно, что растениям нужен свет Чтобы делать воздух пригодным для жизни Мои друзья-ботаники показывают похожий опыт К счастью, без животных Достаточно тлеющей палочки Если ее поместить в пробирку Где было растение, находившееся в темноте Ничего не произойдет А вот другая пробирка Вместе с Элодеей она была на свету Внутри скопился выделившийся в процессе фотосинтеза кислород Как известно, он отлично поддерживает горение Многие считают, что фотосинтез — это процесс превращения углекислого газа в кислород Который происходит внутри всех растений Но возникает логический вопрос А для чего растениям все это нужно? Неужели для того, чтобы нам с вами проще дышалось? Ну конечно нет, фотосинтез — это не благотворительность И нужен он не для производства кислорода Он лишь побочный продукт сложной химической реакции А основная цель — добыча пропитания Растения с помощью энергии солнца добывают органические вещества Вообще же существуют разные пути получения питательных веществ Просто фотосинтез оказался наиболее дающим конкурентное преимущество По сравнению с другими Потому что света у нас достаточно много И ты можешь фактически производить пищу Ничего особо для этого не делая Просто лежи себе под солнышком и производи Но за этой кажущейся простотой скрывается масса сложнейших химических процессов К примеру, вы знали, что фотосинтез протекает не только днем? У фотосинтеза есть две стадии — световая и темновая Но это не значит, что вторая происходит в темноте Это лишь значит, что для ее течения свет не важен Поэтому правильнее все-таки говорить не темновая, а светонезависимая И происходит она параллельно со световой Это тоже цикл химических реакций И называется он цикл Кальвина Процесс фотосинтеза начинается с того, что молекулы воды под действием энергии света разрушаются Ненужный в дальнейшем кислород выводится на поверхность листа А углекислый газ, наоборот, накапливается Это, собственно, и есть световая фаза В ходе темновой из CO2, а также полученных ранее водорода и энергии Получаются различные сахара и аминокислоты Впрочем, это лишь один из вариантов фотосинтеза Некоторые суккуленты накапливают углекислоту ночью И запасают углерод в виде яблочной кислоты Так что в разное время суток листья таких растений могут быть разными по вкусу Утром кислые, вечером горькие И самое интересное, в зависимости от условий суккуленты корректируют эти химические процессы У нас было растение колонхоя на кафедре Мы пришли к первой паре, посмотрели, там 9 утра, отломили кусочек И что-то оно какое-то пресное и не кислое совсем И к вечеру вкус не изменился Оказалась удивительная вещь, что растение адаптировалось к тому климату, в котором оно живет Оно там выглядывает за окною, там снег лежит Лаборантка поливает его каждый день хорошо и обильно Колонхоя посмотрела, посмотрела Что я буду так мучиться по ночам поглощать углекислый газ? Давай-ка я как все И оно перешло на обычный тип фотосинтеза, который характерен для растений умеренной зоны Затечение фотосинтеза в клетках каждого растения Отвечают особые органоиды, хлоропласты, внутри которых содержится хлорофилл С греческого хлорофилл так и переводится – зеленый лист И сегодня этот крошечный пигмент занимает первое место в мире по количеству научных публикаций и исследований И детский вопрос, почему трава зеленая, на самом деле не такой уж и детский И самый точный ответ таков Трава зеленая, потому что именно зеленый цвет ей не нужен И тут придется разобраться, что такое цвет Если верить школьному учебнику по физике, это свойство объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра Помните мнемоническую подсказку про каждого охотника, желающего знать, где сидит фазан? Первые буквы слов повторяют названия цветов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый Так вот, когда солнечный свет падает на листья растения, то хлорофилл поглощает все эти цвета Все, кроме зеленого, зеленый отражается Причина в строении молекулы хлорофила В его центре кольцо из четырех ионов азота, которые окружают атом магний К слову, это вещество крайне редко встречается в живой природе Именно он обеспечивает поглощение красных и сине-фиолетовых лучей света Скорее всего, зеленый цвет растения игнорируют, чтобы защищаться от палящих лучей полуденного солнца Помните этот фикус? Из-за длительного пребывания на свету хлорофилл в его клетках начал разрушаться и листья пожелтели Кстати, запасы этого вещества внутри листа очень скромные Если из каждого листа на гектаре леса выделить хлорофилл, то окажется, что его не более 15 килограмм В быту это полтора ведра краски Вот представьте себе, полтора ведра краски, а нужно выкрасить каждый листочек гектара тропического леса Именно поэтому хлорофилл можно использовать даже в искусстве Знакомьтесь, это Катя Пряничникова, современный художник и настоящий фанат комнатных растений Чтобы создать изображение с помощью фотосинтеза, нужно измельчить выдержанные в темноте листья, потом смешать их со спиртом А когда эмульсия настоится, нанести ее на бумагу Катя создает фотограмму Изображение, которое получают после помещения объектов непосредственно на поверхность светочувствительного материала Сделаем простую композицию для теста, чтобы посмотреть, как же работает у нас хлорофилловая эмульсия Теперь все это на пару часов убираем под ультрафиолетовую лампу Хлорофилл на открытых участках бумаги вступит в реакцию со светом и потеряет свой цвет Ну, как мы видим, все сработало Лист у нас был полностью зеленый Сейчас осталось только то, что закрывали лепестки И пахнет полем Свою авторскую технику Катя называет биофотография К сожалению, такое искусство не вечно Оставшийся на бумаге хлорофилл через несколько дней тоже обесцветится Кстати, самим растениям свет нужен не только для фотосинтеза Это еще и способ получения информации По длине светового дня растения определяют время года А по световому спектру – время суток А иногда изменение этого спектра – сигнал бедствия Зеленый свет хлорофилл не улавливает И если спектр обогащен зеленой частью, то для растения это сигнал о том, что, наверное, сверху кто-то растет Есть какой-то конкурент И надо стараться из-под него, например, выбраться Растение становится вытянутым Оно может упасть в более светлый какой-то участок Там еще раз укорениться и, соответственно, как-то передвинуть свое место обитания Мы с вами этого не видим Но на самом деле растения все время двигаются В поисках своего места под солнцем Эта способность называется фототропизм Изменение направления роста в зависимости от направления света Важно понимать, что вообще в природе одним из ведущих факторов является конкуренция Конкуренция за ресурсы Либо ты будешь всеми правдами или неправдами улавливать максимум света Либо ты будешь подстраиваться под нехватку света Именно поэтому растения бывают светолюбивые, а бывают теневыносливые Последних, конечно, меньше Это лианы, папоротники и некоторые фикусы Суккуленты и кактусы можно выращивать прямо на подоконнике А вот пальмы любят рассеянное освещение Так что на южное окно их лучше не ставить Особенно если это окно где-нибудь в Сочи Орхидеям прямые солнечные лучи тоже могут навредить Поэтому их место у западного или восточного окошка При этом продолжительность светового дня должна быть примерно 12-14 часов Но не больше Вы ведь помните, что случилось с нашим фикусом? Поэтому будьте аккуратнее с модными фитолампами И уж тем более не используйте их в качестве единственного источника света Если другого света нет, только красно-синий Выращиваете вы на нем растения И растениям становится плохо У них искривляются листья Они плохо зацветают Изменяют свой рост Такая вот марганцовочная досветка Из синя-красных геодов Она уже теперь у промышленных производителей Светителей считается прошлым веком Конечно, зимой, когда день короткий Досветка большинству растений нужна Но фиолетовую лампу можно вполне заменить на обычную белую или даже желтую А лучше всего купить специальный умный светильник Который можно запрограммировать на определенную мощность и продолжительность работы Сейчас идет такая вот тенденция Соединять это с системами автоматизированного полива Что в определенное время автомат дает растению определенную дозу воды Или питательного раствора Ну и со временем, наверное, еще появятся такие автономные терморегулированные боксы Это, конечно, будет уже пригодно для того, чтобы помочь нашим растениям Которые зимой недополучают свет В следующей серии я попытаюсь выяснить, какую роль в жизни растений играет воздух Каким должен быть состав воздуха, его температура и влажность И как создать в квартире идеальный микроклимат Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»